Всех приветствую на своем канале. У меня тут был запрос в каментах. Вообще много запросов. И я вчера обнаружила даже два запроса, которые я вообще не видела. Там три месяца что ли назад. Тут меня что-то просил. Короче, запрос в каментах такой был. На видео, по-моему, влог с Аленкой у меня дома или в городе. Ну что-то в этом роде. Где я что-то такое сказала про закрома Родина. Я уже не помню, что я тогда говорила. Ну и вот попросили эти закрома показать. На самом деле, вот вы видите, тут этот столик заполненный сверх этими закромами. Но у меня это еще стульчик. С него я тоже покажу. И чтобы там вот описывать, что такое свойство, я думаю, что это будет очень тогда длинное видео. Чтобы вы видите, сколько тут барахла. Я, пожалуй, просто покажу, скажу, что, допустим, покупала я, дарили мне или что-то в этом роде. Там поменять как было. Ну и, пожалуй, начнем. Начну я, пожалуй, вот с этого вот средства. Денис Сазарнин, Гринмама. Он уже дофига как просроченный. Сейчас даже узнаю. В общем, у него срок годности закончился в декабре 2014 года. То бишь, 2015, 2016, 2017. Три года как. Но тут совсем чуть-чуть. Все-таки я про него расскажу. И он на самом деле, ну он никак, его там консистенция не изменилась. То есть тут у нас защитный бальзам для лица и рук от морозной погоды французским гусиным жиром. 50 мл. Он давно уже снятость. Этот Гринмамовский. Но тут, в принципе, что такое? Тут оно просто не может испортиться, мне кажется. Ну, оно, во-первых, не еда. Во-вторых, ну, тут нет каких-то там таких растительных компонентов, которые раз и коньки отбросили. Тут у нас вазелин, белый гусиный жир, минеральное масло, парафин, минеральное масло, вообще, без понятия, что это такое масло из минерала. Минеральное масло, парафин, парфюм, метил, парабен, в общем, витамин Е и большими буквами. ВНТ. Без понятия, что это такое ВНТ. В общем, такая вот хренотеть. Он очень классный, кстати. Вот жалко, что он у них снят. Но, если был мороз, кожу нанести на руки, на лицо, то никакой мороз не страшен. Я даже одно время, по-моему, в 2013 году, или как в каком-то там году, в общем, я ходила. У меня, наверное, второй тоже тюбик. Я всем своим сестрам тогда, друзьям дарила. В общем, хорошая вещь такая. В каком-то году я ходила даже без перчаток, помню. Им намазалась, пошла. В общем, вот такая вот вещь. У нас сегодня вообще жарище дикое. Я вчера приехала, чуть не померла на этой жаре, учитывая, что наш автобус решил опоздать на 30 минут. Ну, подумаешь, это на 30 минут опоздал, там еще куда-то заехал по пути, совсем подумаешь. В общем, я не знаю, как я не померла, думала, что реально коньки откинула. Ну, не будем о грустном. В общем, сегодня тоже жарко, 31 градус, в Тиньке на четвертом этаже, на балконе. Ну, вот сейчас тут ветер, и вроде как уже, сейчас я узнаю, сколько у нас там это времени-то, вроде 20 чем-то часа. А, уже 3 часа, я, правда, времени не заметила. Ну, ладно, надо будет примерно хотя бы знать, сколько я тут трендачу. 3 часа, и вот ветер прохладный, и в окно дует, если будут какие-то там хлоп-хлоп, то это у меня форточка опять расшарахается. Я в бабушкиной комнате снимаю, бывшая бабушкина комната. Теперь, типа, моя тоже комната, 3 моих комнаты в этой хате. Все еще в этой хате, блин. Купите уже эту хату, блин. А, в общем, я думаю, потом все-таки прогуляться, потому что я очень хочу молока, у меня молока нема. Мне даже пришлось льняную кашку на воде делать, я бы что-то переборщила, у меня очень жидкая льняная кашка получилась. Ну, и вообще, я хочу блинчиков, много чего хочу. В общем, я после видоса, наверное, все-таки рискну здоровьем, на велике доеду до магазина ближайшего. В общем, вот такое вот средство у меня. Сюда мы его пока поставим вниз. Или вон на этот подстол, там полочка, где книжка о стихах о Ленине. Вот этот гель для душа, по-моему, с последней, нет, с предпоследней, наверное, моей закупки в ифраше. Когда я приперлась в ифраше, даже не дождавшись, Аленку, и докупила дофига. В общем, докупила дофига, и потом забыла что-то, и пошли еще в магазин. Это я не помню, пробовала я его или нет. Тут фиг поймешь, полный он не совсем. В общем, это у нас бывший призер Натур, ифраше, как я уже говорила, гель для душа и ванны, лотос и шелфи. И сделала оно в России, 12 месяцев после вскрытия. Но я, насколько помню, блин, такие тугие крышечки, вот в пустых баночках, вот одна из таких вот баночек. Не призерка, а что-то другое, но тоже ифраше, с очень тугой крышечкой. И он, по-моему, все-таки пахнет лотосом, я ничего другого там не вижу. В общем, вот у меня тут 400 мл, я даже решила для себя, что в ифраше я поеду закупаться, только когда у меня хотя бы половина гелей для душей тратится. У меня их много. Зато, если вдруг кто решит мне что-то подарить, будет знать, ну, там обмен подарками, да, вот посмотрит у меня, ой, у нее всего столько дофига, ей ничего практически не надо, ну, там, если только клиндонок. Это так, у меня в деревне какой-то, по-моему, или от Аленки, или от Носи Лукьянова. И обоим привет, обеим привет, пардон. Обоим я сделала. Обоим. В цветочек. В деревне он у меня очень классный, второй такой у меня уже один раз я заказывала сама, один мне подарили. Этот Фаберликовский внезапно, этот, про ноги серия, мне так нравится, он какой-то там охлаждающий. Вот этот тут у меня стоит, он все ждет своего часа. Я сначала его кому-то хотел подарить, но так что-то он, у меня, видать, не хотел дариться, поэтому до сих пор у меня стоит. Это Эйвен Крея розовый жасмин, лосьон затела с ароматом жасмина и витамином Е. Увлажняющий, нормальный, сухой кожи, 400 мл. Я даже его пару раз юзала, но потом что-то убрала, и он у меня снова стоит. Ну, в общем, он у нас в декабре 2015 года, 16, 17, 18. В общем, мне в следующем году, хочешь не хочешь, придется его и тратить. Лосьончик затела. Это, по-моему, пенка от жары-то стала такая жиденькая, хотя бы шкафу стоит. Ну, там тоже, в принципе, жарко, наверное, комнаты, плюс 25, не знаю. После вскрытия 24 месяца, ну, еще не прошло, по-моему, 24 месяца, 155 грамм. Модум Беларусь, это мне от Насти Зарецкой, чуть не сказала, у Кяновой, две Насти. От Насти Зарецкой какой-то поменяшки прошло, когда оно на вашей природе. Вот, я, по-моему, пару раз им пользовалась, и что-то у меня там еще всяких пенок тогда было, и сейчас дофига. И, в общем, он у меня стоит в запасах, ждет своего часа. В запасах у меня стоит то, что я вообще не открывала, и то, что я, как вы поняли, открыла, попользовалась, оно стоит. Это я еще не открывала. Это, по-моему, подарок на день рождения был, или на Новый год. Я что-то не помню, тогда какая-то посылка-сюрприз. В общем, тоже от Насти Зарецкой. Это Джоанна, Боди Натурия. Один я такой уделала с цитрусом, с грейтфрутом вроде был. У меня был пустый банк, а другой я еще не открывала. Это у нас грушка. Пилинг или что-то в этом роде. Это у нас офигзное дело тут. Ну, у нас, да, после следующего года мне его тоже надо было доделать. Вообще, у меня как-то... Я люблю летом скрабики и вообще люблю скрабики, но что-то у меня пока эти скрабики как-то не идут. Больше идет мятный гелик, который Ивана, но он не здесь. Он год потом, наверное, в пустых баночках. В общем, наверное, это полная. Я, наверное, ее даже не открывала. Судя по всему, это совсем запасик. Когда-то я закупилась очень много, у меня даже там что-то в поменяшке уходило. Про запасы взяла 5 или 4 вот таких бутылочки. Одну даже уже уделала. Это пена для Ивана Орхидеи и Малина от Эйвен. Очень классная, кстати, пена для Ивана. Такая вкусненькая. 250 миллилитров, для какого она жить может. Жить может она у нас до октября 2018 года. Но я думаю, ее уделают. Надеюсь, уделают. Так, это у меня... Сейчас узнаю, открыто-закрыто. Это тоже новая. Она даже зафольгирована. Вот, зафольгирована. Это пионы гранат, по-моему, повтор, потому что у меня, по-моему, уже была такая. Может, даже здесь стоит где-нибудь. А может, я ее уже уделала. В общем, пионы гранат, пена для Ивана, 500 миллилитров от Эйвен. Мне очень нравятся вот такие пены для Ивана в Эйвен. Пусть там их тестируют на животных или уже не тестируют. Не знаю, мне там Наташа говорила из-за Америки, которая мне посылку прислала. Мы с ней общаемся иногда. Короче, она говорила, что якобы Эйвен посылит на животных. Не знаю, так или нет. Наверное, так. Может, уже нет. Но я вот что-то тут раз в два месяца заглядываю на сайт Эйвена. Я там уже, наверное, последний раз делала заказ по первому каталогу этого года. И что-то я смотрю, с одной стороны, что-то хочется. С другой стороны, вроде ни черта и не надо. С третьей стороны, я и стала заниматься все время из-за Женьки. С четвертой стороны, у меня тут всего дофига просто. Вот, это мне Аленка зрила. Я точно помню, тут наклейка отсобачивается. Штюгель с мороженым, молочко для тела. Фаберлик. Бьюти Кафе. Могу даже номер сказать. 2258. 200 мл. 8 месяцев после вскрытия. Я надеюсь, 8 месяцев еще не прошло. Но, вроде, все нормально. Я несколько раз им пользовалась, но видно. Но что-то у меня он тоже как-то. Сначала пошел, а потом я вообще поняла, что вот этим летом я очень редко пользуюсь молочками для тела. В основном вот этим самым алоэ мажусь. Один у меня в деревне вариант, другой у меня тут где-то в кровохройте на водке. Кстати, на стуле стоит. У меня алоэ от сауны, он где-то тут на одну треть. Ну, чуть, наверное, чуть больше половины осталось. Алоэ Авера 95% алоэ плюс какой-то консервант. Ну, я уже отдельный обзор ему есть. Если интересно, там у меня есть плейлист. Я сделаю там в инфобоксе, не в инфобоксе. Короче, видео такая. Кругочек, букв КАИ, там, тыркнитесь. И вот ссылка на плейлист, там, если интересно, можете глянуть. Хорошая еще вещь. Так, вот это у меня чисто в запасе. И, наверное, оно пойдет у меня в подарок сестре. Потому что у нее день рождения в начале сентября. А я что-то в деревне вдруг внезапно вспомнила. И чтобы не забыть, не знаю, что. Как раз у меня вроде проблемы с волосами. Ну, он мне нравится, короче. Одним я сейчас пользую, где-то половина флакона. А вот другой я с шампунем от перхоти. Ну, вообще, на самом деле, у меня перхоти нет. Фу-тух-тух-тух. Ну, он мне тупо нравится, потому что там вишенка. И потом он хорошо промывает волосы. Он за всех типов волосы. Чемно-оздоровительный курс. Лесная, вишня и репельник. Брала его на озоне. Тогда он, что-то мне, по скидке, какой-то конкретный был. После 3-4 месяца сроком годности до июня 2018 года. Ну, я думаю, она его заделает. Если я не определюсь еще что-то другое, то вот пока тут шампунь думаю. Это мне, по-моему, подарила Настя Лукьянова. Если я спутала, то меня извиняют, поправьте. Короче, я извиняюсь, но у меня есть ничего поправьте. Love Nature. Очищающий гель. Ну, скин или что-то в этом роде. Да, это Арифлейм. У меня такой есть тоник от Аленки. Тоже от Арифлейм. Мы тогда, помню, договорились. Но она у меня спрашивала, что мне варенье надо. И вот такой тоник именно вот. Алоэ вера у меня... Нет, это не алоэ вера. Что-то у нас вообще? Очищающий гель. А, это с маслом чайного дерева. Короче, просто похож мне, как. Нарисован вообще, понимаешь. Короче, масло чайного дерева. У меня есть тоник. Я его сейчас пользую. Очень экономичный. Буквально перед вами им пользовалась. А тут пенка. И вот пенка у меня идет конкретно в запасы. Она сроком до февраля 2022 года. Я думаю, ее успела делать. С учетом, что это у меня теперь вторая пенка в запасах. Масло я его пока не открывала и не пользовала. 10 миллилитров Алифлейм. Но тут не совсем масло, конечно. Это тоже чайного дерева. Тут масло чайного дерева и еще куча всякой фигни. Но такое нормальное. В смысле, я его открывала, понюхать, но не пользовала пока. Но буду иметь в виду куда-нибудь там. Пригодится, в общем. А этот у меня, по-моему, похожий. У меня был, или я сама покупала в своем единственном заказе. Фаберлик или мне Аленка дарила тоже в таком же флакончике. Ну, похожий дизайн. То у нас розовый сандал Гильдадуша. Фаберлик Аранжерея. По-моему, я его еще даже не вскрывала. В общем, тоже запас такой. Вот это вот у меня тоже еще не юзан. Это остой. Вот предпоследние закупки в Ифраши. Гильдадуша и ванная абрикоса и розмарин. Сделан в Рашке. 200 миллилитров. После вскрытия 12 месяцев. Годен до... Января 20-го года. Я же хотела сюда складывать. Сама всю вниз что-то складываю. У меня тут есть единственный пробник. Раньше их очень много было. Я их все раздаривала. Потом брала с собой на съезд. Потому что ездишь в автобусе. И всякие такие... Ну, не всегда опрятные люди с тобой попадаются. То укуренные, то алкоголики какие-нибудь. То просто религия запретила душу по-пользоваться. В общем, свой эликсир, чего-то там сенсуаль. Ну, в общем... По-моему, или тот, который мне нравится эликсир. Или который мне не совсем нравится. Я уже что-то не помню, какой мне из них нравится. И фрошевки, в общем. Так. Это у меня самопал. Васильковый лосьон. 20-го ночи до 2017-го сделан. 3 грамма васильков. Самец от свития. И 150 миллилитров водки. Лосьон я пыталась делать. Вот, например, как... В Гвиннаме есть такой васильковый лосьон. Но там васильковая вода, по-моему, и обез. Что-то там вроде... Вот у меня тут этот васильок уже поберел. Я помню, Женька, когда мы общались, она года 2 или 3 назад говорила, вот если бы ты сама сделала... Хотя, когда я делала какие-нибудь эксперименты, только её мама соглашалась там шампуни мои на себе тестировать. А она так это... Вот знаете, вот такое говно какое-то, да? Вот у меня большинство друзей так, вот это говно какое-то. Вот так это раздражает, откровенно говоря. Но если вы считаете, что я говно какое-то делаю, чё хрен вы со мной общаетесь? Причём люди, которые нормально ко мне относятся, оно так вот говно какое-то. Хотя мыло, оно у меня сцапывало кучами. Не знаю, может ещё у неё валяется где-то. У неё 19-го был день вареньем. Я, знаете, так подмывала ей смс-ку послать. Хотя я совершенно без сети сидела. У меня там такая драма интернетная была частично. Конечно, я-то утрирую, но в общем был такой момент. Сети вообще не было. Не могла ни с Мегапона, ни с Билайной позвонить домой. В общем, это у нас салоний, крем для рук, интенсивное питание и увлажнение. Он где-то, он очень экономичный. Ну, на него, короче, вот идите в плейлист на салон, если вам интересно. Он у нас до 17-го, да нет, до 14-го марта следующего года. Так, эту мне пену для вам подарила... Да, салон мне присылали в фирму на обзор. Типа как это... Ну, короче, наобзор. Это лучший рецепт мира. Пену для ванна. Волшебный сон. 600 миллилитров. Сколько у нас тут времени? А нет, еще вроде есть пока. Можно полтологией заниматься. Лаванда, мята, ромашка. Мне подарила ее моя подружка Дашка. Толь на день. Ну, на какой-то праздник, короче. Я, по-моему, один раз пользовалась. Она очень экономичная. Ну, суть такая, что мне иногда ванны, которые успокаивают, должны в сон угнать. Мне в такую бессонницу она выдалась. Меня тоже вчера с магнитией так это на 2 ночи бессонница удалилась. Хотя в деревне я вырубалась рано. Чаще всего рано. Если котик вот позавчера на меня куда-то удрал, и только по 11-го пришел домой, точнее с котами поругался и пришел домой. Сначала он боялся уходить. Вот форточка закрылась куда-нибудь дальше полисадника. А теперь он вообще по всей деревне шарахается. Несмотря на то, что он вообще кастрированный, как бы, ну, это, кажется, сидит дома, да, там, или на территории, то есть я вот так вообще уфинтюливает куда угодно. Я очень волновалась. Я думала, он вообще потеряется, потому что у нас какие-то люди приехали, ну, в смысле, к кому-то родственники. Собака была не прицеплена, и еще куча собак, там, куча котов. А он только шипеть еще научился на кошек. В общем, это у нас или флейн, сметанная алоэ, вера и оливка. Алоэ, гель для душа, я не помню, или от Аленки, или от Насти Лукьяновой. Если что, поправьте меня в комментах. Я его даже начинала. Хороший. Такс, это у меня две пасты про запас. Ну, какие-то супер дешевые, но они мне нравятся. Двойная мята. Любителям пообсуждать мои молочные зубы вот здесь у меня чуть-чуть подрос зуб. Мне на днях, когда в беремне стало что-то так фигово, я поняла, что у меня растет зуб. Потому что я еще, вот так это у вас, бедные дети, у которых зубы растут. Жуть какая-то. И вот здесь у меня, по-моему, тоже чуть-чуть подрос. Тот, который вообще три года назад выпал там молочный, вот он все еще растет. Ну, в общем, лет через сто вырастут, блин. Надеюсь, раньше. Это у нас профилактическая зубная пасты жемчужная, алоэ, двойная мята. 170 грамм, 130 миллилитров. Ну, я смотрю, вот она не полная. Я еще вскрывала, думаю, может, я ее уже юзала. У меня там еще такая же есть, супер бюджетная. Вот до сюда, да. Хотя, вот, могли бы побольше заполнить. Хорошая зубная паста мятная. Для моих молочных зубов, которых большинство самое топ. Так, у меня тут есть, не помню, то ли сама покупала, то ли кто-то подарил. Потому что раньше я его покупала про запас, он, видать, от жары тоже так слегка потек. Эйвен Сенсос, ошелушивающий, пробуждающий цитрусовый заряд скраб для тела 200 миллилитров. С витамином Е. Очень он мне нравится, вообще тащусь. Если вы любите все какие-то цитрусовые, то я вам это советую. Так, снова я тут сделала баррикаду, чтобы пришлось вот так вот обходить. И заодно форточку открыла, потому что все-таки закрытой форточкой нужно. Сегодня открывала балкон, а тут дурали пытаются вылезти вот между решеточек, четвертого этажа себе тонуть. Ну, мозга не хватает. Душу любишь, что как бы четвертый этаж и высоко. И крыльев у него за спиной нету. Ну и пришлось... Сначала я... Он лопил, лопил. Я... Ну, на три моих не взял, он не пошел. На потом я его практически между крутиком доставала. Поймала, пришлось его в переноску на время упасть, чтобы хоть чуть-чуть проявить хату. Потом... Ну, душно вообще. Ушла на кухню, он, значит, закрыла просто дверь. Потом слышу... Шарах! Через эту дверь, как он ее открыл, вообще не знаю, зубами, коктями, всем, чем можно. Ждать, прошлось закрыть балкон и оставить только хорточки. Ну, как-то вот видер стал в эту сторону, и мне повезло. В общем, у меня тут видно, что они початые, так сказать, как бы сказала бабушка. Слушайте, мне иногда такие слова прорезают. Что она там говорила? Ну, или там дедушка, в общем, кто-то вот из ее возраста людей, да? Деревенских. Эйвен, ароматная роза, с экстрактом розы, пенозелая. Ну, 500 мл, как я уже говорила, очень классная вещь. Ну, вот эту пену, в общем, можно вообще, вот, там, один-два хлопочка, одного хлопочка, вот, пена шикарная. Конечно, там супер химия, но, в смысле, одна сплошная химия, вряд ли какие-то там, ну, может, один там день в конце экстракт, но, если вы хотите чисто вот расслабиться, с ароматом, а, кайф. Она у нас в прошлом году сделала где-то вот примерно... О, на день рождения Женьки она сделала 19 августа 2016 года. Если вам хочется подравить Женьку с прошедшим днем рождения, ткнитесь на ее там, эта, страничку в контакте. У меня ее, правда, нет, она меня злобно забадила. Благословит ее кто-нибудь. В общем, два года она еще может есть. Я ее потрясла так. Ох, еще одна. Да, вот, все-таки, у меня она, это, вскрытая была. Пионы гранат. Что-то вспомнилось, пионы чашек, какой-то крем, по-моему, годынабы был. Первая, ладно, в общем, понятно, что у меня одна в запасах, другую я вот немножко поюзла. Так, еще одна. Вот это, по-моему, у меня второй, наверное, флакон или третий. Потому что она мне очень нравится. По-моему, второй точно. А может, третий. Нежные лепестки, нежные лепестки розы тоже. Эй, лампен, дайвант, 500 мл. Зачистительная кожа. Слушайте, такая шикарная, вообще классная. Заженюхну сейчас. Чем-то таким пахнет. Может быть, розой. Ну, таким цветочненьким. Так, значит, вот это вот силкогель, силкодент, ну, я ее как-то назвала не так, белоснежная улыбка, классическая зубная паста. По-моему, у меня такая уже была. Тут у нас что, вскрытие. А, рекомендуется чистить дубы два раза в день. Количество пасты не более 1-2 сантиметра, не глотать. 130 грамм у нас тут. Тоже она вот до сюда заходит. Я даже ее первую вскрыла, думаю, что не умрали, я ее уже поюзала. У меня вообще там до сих пор стоит эта аквафреш, не поверите, там еще где-то 1 треть или 1 четверть этой пасты. Я чувствую, мне ее до конца сентября хватит. Хотя я ее в начале мая, первую мая, по-моему, я ее открыла. Тогда Надежда думала, что я уже съеду отсюда. Так, у меня тут есть маска, по-моему, от Дили. И улетай, ну, в смысле, в подарок от подписчицы, да, улетай, маска, освежающая колено с ментолом. От Green Mama, 100 мл. Я очень вообще люблю эту маску. Я помню, раньше ее юзала, летом даже чисто потому, что вот жарко и хочется освежиться. Я совсем про нее забыла. А то можно было бы освежиться, а не страдать тут. Вообще, советую вам такую маску, очень классная. Не то, если у вас жирная кожа, проблемная кожа, а летом вам хочется освежиться. Вот этот у меня поюзанный. У меня такой был, я там кому-то, по-моему, Аленке дарила. Она мне такой дарила, уж не помню, по меняшках посылала. Короче говоря, этот Эйвен Прима, мне что-то очень нравилось, эта Прима. Духи у меня до сих пор стоят от Эйвеновски. Это у нас лосьон до тела. В принципе, она мне еще нравится. Вкусненько пахнет. Ну, кто знает, как эти духи пахнут, то вы поймете. А если нет, то загуглили, там на каких-либо тюнзовах, наверное, есть. Кто-то где-то что-то стучит. Так. У меня тут еще осталось аж 4 лимонных шарика. Это из этого, как он там, из Ревгоша. Я такие уже покупала, только, по-моему, были с Легией. 2-3 шарика в ванну, масляные шарики. Ну, типа, они вас бодрят, то все. В общем, я что-то как-то в этот раз их экономно трачу. И они там, ну, да, вроде до конца года их можно истрать, или до следующего. То, что мне пришло, а не пришло это, получила я в подарок, по-моему, или в последней моей покупке, в Ревгоша, или в последней. Биокультура, питательный, кремовый гель для душа, масла, карите, биоаврики. 200 мл, сделанного Францией. И, в общем, я потом пустых баночков, я не могу сказать. Но я очень хотела его попробовать, но я все время душила жаба на него. А тут он в подарок. Бум! Стоять! Так, вот этот я пользовала несколько раз. Вообще, вот, только вот уже видно, что сделано. Это мне подарок от Аленки, в прошлой нашей встрече. Это бьюти-кафе, кафе красоты. Где кафе для бутуори, что-то там вроде. Соли-транцузским занималась. Пенищий скраб для душа, питательный сок лишних, тракты ягод осаи, масла гразийского ореха. Такая вкуснявка вообще. Ну, потом после банка тоже про него расскажу. Так. Это у нас... По-моему, я его открывала. А может, нет. Гель для душа, Ивана, Тиара и Ланг и Ланг. Насладитесь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сделано в России, 200 миллилитров, после встречи 12 месяцев. Сроком до ноября 2019 года. По-моему, да, я его открывала. Тебе? Хрен знает. А, да, наверное, открывала. Чем бы с таким сравнить-то? Где у меня подобные гель-ритры? Эх. Камень. Да-да, точно, я его открывала. Кто-то у меня еще вроде просил там этот аромат, что-ли, узнать. Или в каменах я отвечала. Ну, что-то, в общем, такое было. Так, у меня тут действительно одна капелька. Слушайте, он так это разжижел. Он и так-то жиденький был. А тут совсем разжижел на жале там. Я, кстати, теперь знаю, как это тает помада. А я раньше говорила, бля, спотал. Ну, что-то такое вот. Мы жаем так, как это тает. Короче говоря, это у нас концентрированный гель для душа 12 месяцев после вскрытия, сделанного в Франции, манго и кориандр 100 миллилитров. Типа хватает на, точно так же, как большого, на 400 миллилитров, на 40 применений. Действительно, вот одна капелька и дозатор, там все такое классное. Короче, люди советуют. Если вы из-за того, что вы меньше пластика по планете. У нас в Угличе там одно время собирали пластик и перерабатывали. У меня дядя говорил, что там сломался у какого-то мужика, который этим занимался. Фигня перерабатыванию. Сейчас у нас ставят такие лоточки, правда, не везде. Вот у нас с одной стороны механки стоят, вот это вот по этой стороне, значит, дома туда вот через чуть-чуть дороги. А вот здесь, где помойка, они стоят таких. Там стекло, написано, значит, принимают сюда, можете получить стекло, пластик, металл и бумагу. Ну, бумагу я все сжигаю, но я иногда туда скидываю специально эти. Потом будут пустые баночки специально туда, на велике сведут. Так, вот тут у меня оказалось два одинаковых. Я не помню один, возможно, мне Настя Лукьянова дарила, возможно, я сама покупала. Второй я точно покупала сама. И у меня был такой маленький, сейчас бы вспомнить от кого. По-моему, от Ирины. В общем, от подписчицы, на Новый год, кажется, или на день рождения, чуть не помню, какая-то посылка подарочная. Там вот такой маленький гелик, вот этот вот, и фрошек, груша, и какая. Она мне очень понравилась, и я тогда вот этот повторно купила, но я их еще оба не открывала. Я думала, один из них подарить сестре, но на день рождения тут новогодняя серия, какое нафиг день рождения. Я ж не пойму. Поэтому они идут в запасы. Так, этот мне крем от Аленки. По-моему, на день рождения был. Нет, Арифлейм, Пролине, крем на руке. Такое мыло было. Я его еще не открывала. Мне не поверить, если никак не закончится, то крем от Милк, который был там в позапрошлых пустых баночках, там совсем чуть-чуть осталось. Все равно еще есть. Так, это, по-моему, точно от Дили Пает, Париж, маска какая-то. Но я ее еще не открывала. Но у нее срок до ноября 2019 года. Я думаю, я успею еще и попользоваться. И, наверное, уже когда-нибудь будет так жарко. Потому что я тут попыталась как-то даже еще плюс 22 фейс с каким-то кремом додиться. Но я говорю, о, мама. Поэтому я пока только тониками и лосиночками обхожусь. Это у нас бальзам для руль за сухой потрескавшейся кожей. Это, так, двойная концентрация масел в шеи и макадамии. Форма при любви. И способствует заживлению микротрещин. Новосвит. Это я покупала у нас в Атаке. 100 мл тут. Ходила кому-то в подарок. Но пока он у меня стоит, не знаю, может, подарок пойдет. Может, так. У меня такой вот у тети был. Ну, в смысле, именно этой фирмы я видела такой маленький, там, по-моему, 30 мл. На кухне у ванны, у этой, у раковины стоит. Я так поняла, что он хороший крем. Еще где-то там у кого-то отзывов видела или в видео смотрела. Ну, короче, какие-то отзывы я слышала на эту марку. Я так поняла, что она хорошая. В общем, по-моему, это второй у меня крем первый был, по-моему, или я сама покупала, или от Аленки достался. Этот, по-моему, от Насти Лукьянова. Это фаберлик, вишневый конфитюр, крем для рук. 21-44 номер. Я его тоже еще не открывала. Тут, может, еще какой фаберлик был, я не сказала номер. Этот мне от Аленки. У меня такой был скраб. У меня что-то скраб, который вот цитрусовый заряд, он мне больше понравился. По-моему, жидкормоз такой был. Такой гель у меня часто заказывала Ирка себе. Ну, может, вообще-то всем богат. Эйвен Сенсос, увлажняющая, свежающая морская лагуна, сочная груша, гель для душа. Браво риф, ну, блин, 250 миллилитров. Он у нас в мае 17-го года. В общем, он еще 3 года спокойно может жить. Практически 3 года от Аленки. Если не говорила, то... Ну, если я говорила, то просто повторюсь. Такс. Это у меня... Мыльная опера, витамины, гель для душа, свежая слива и органические ягоды, черную смородину. Еще не открытый. Органик Шоп, Органик Китчен. По-моему, от Аленки. Если путаю, то... Извиняюсь, поправьте меня, да? Такс. Стоивайся куда-нибудь. Это у нас розовая мочалка, очищающая скраб для тела, букет пионов и органическое розовое масло. Органик Шоп, Органик Китчен. Не помню, то ли я покупала, то ли мне подарил кто. Если дарил, то или Аленка, или Настя Лукьянова. В общем, кто-то из них. Так. Это точно от Аленки. Не верю, увлажняющий дневной крем. Я его еще даже не вскрывала. 50 миллилитров. Так. Ну, до сентября 2018 года надо будет его как-то выделать. В крайнем случае, уделываю в роли этого крема в затушке. Это мне от Насти Лукьянова. Был только меня. Ну, что-то такое, в общем, благодарен подарками, да? Это Натура Сибири, как бы я расправлю от тела. Жгучий имбирь, дикий сахалинский перец, красный обвит, чистотел, луканическая соль. С такими трачными животными. Не, ну они, наверное, красивые. Кто такой? Это какая-то там крэйзи, а не безумное животное. Крэйзи Анимал. Анималс. В общем, я его еще не открывала. Но вроде он как еще нормально по срокам. В общем, да, он стал 19-го года, так что я еще успею его уделать. Так. Это у нас, кажется, от Ирины. Да, да, от Ирины. Как раз вот она там большая такая посылка была подарочная. Подписчица там еще сумочка была и куча всяких сумочек. Куча косметичек. А в одной косметичке у меня там всякая барахличка в деревне лежит. А в другой я таскаю на велике. Там у меня ключи, ключи от сада. Еще какая-то мелочь висит. Так. Это у нас Ифраше, Пюркамель. Крем этот для лица и тела. Я его немножко поюзала. Я раньше, когда вот только начала заниматься Ифраше, я постоянно его покупала. Очень он мне нравился. Женьке тоже нравился. Она постоянно мне его заказывала. Сроком он до сентября 19-го года. Я надеюсь, его уделаю. То есть кремом для лица у меня хоть и этим самым доешься. Потому что у меня еще стоит уже вьюзанных там у нас столе то, что я пользую от Насти. Лукьяна, винограда как раз Organic Kitchen 100 миллилитров. Еще какой-то малюсенький отопроши. Там 10 миллилитров. Съешься. Замажься. Так. Саванри, косметический йогурт, клубничный мусс. Ну, опять же, отсылка к саванри, к плейлисту. Тут где-то, ну, может, одна четверть осталось. 150 грамм плюс минус 5. Хороший такой, но потом пустые банки откажу. Я не пользовалась, ползривалась, но потом что-то вот летом стало этим алоем. Или вообще ничем. Я помню, сама заказывала. Может, даже он мне по бонусам в подарок вышел. По Иван. Это планета-спа. Скраб для тела. Минералы мертвого моря. Он тоже поюзанный. Так. Ух ты, слушайте, у меня все меньше и меньше остается. Тут тоже мои эксперименты. Это настойка чистотела. 65 миллилитров коньяка. Старичная. Это как-то ко мне на Новый год пришла подруга с своим мужем. И он привез алкоголь свой себе. Потому что то, что он его пил. Я стояла мне чуть-чуть. Я что я с ним буду делать? Я коньяк не пью. Я решила на нем вот это сделать какой-нибудь такой... 5 лет жизни написано было на коньяке. И 11 грамм ножек и листьев чистотела. Я делала на 17.06.2017. Это насчет того, чтобы потом разбавить его, допустим, каким-нибудь водочкой родниковой. Или колодичной водичкой. Или еще чем-нибудь. Ну, концентрат такой. Тут у меня... Что у меня тут? Настойка из сирени. Водка 100 миллилитров. 20.06.2017 делала. Я специально покупала. Уж у тебя так стрёмно вообще эту водку покупать. Я в ней ни хрена не понимаю. А продавцу спросить так тебя не поймут. Что тебе надо? Вот эта сирень немножко вот... Я так... Насколько помню, у меня бабушка делала какую-то такую настойку. Это если что-то где-то болело, и надо ей тереть. Ну, я тоже сделала. Потом, если что, в интернете гляну. Что это? Так, это у нас гель для душа, и ванна для фрукта, и тимьян. Риф-хроше. Стоит предпоследней большой закупки. Это мне подарок от Аленки. Я его даже слегка поюзала. Потом, видать, забыла. Он у меня стоял в своем часе. Надеюсь, дождется. Рифлэм, шведан. Что-то такое там мандариновое или что-то в этом роде. Ну да, крем для рук. До августа 2019 года. Ну уж точно я его заделаю. Вот, крема-то для рук у меня как-то быстрее идут, чем до лица. Это соль в пене для ванн. Очень люблю на самом деле вот такую. Выдешевая сербитая. Серебряная жемчужина, мандарина, милиция. От Аленки. И я надеюсь, в ближайшее время, ну, по крайней мере, может быть, к концу недели, я как-то ее открою. Я, в смысле, ее открыла, но еще не успела заедать. 150 грамм. Очень классная соль, кстати. Советую. Так, это у меня самопальное масло. Гидрофильное масло. Я уже не помню, что. Ну, и я им там блески стираю в губ. Ну, сейчас оно у меня стоит. Жрать не просит. Давно стоит. Так, это я покупала сама. В Атаке у нас, как раз, по-моему, в момент своего, там, в районе своего дня рождения, у меня еще там обзор был такой, кажется, там, озон был и вот это вот. Органик Шоп. У нас органическая мята и жемчуг. Экстракт органической мяты и жемчуга. Я вообще вот люблю такую жемчужную соль. Она еще такая экономичная. Очень классно. Так, это у меня что-то такое самопальное. Это у меня уптан. Я уже не помню, что там у меня в этом уптане. Если кому интересно, у меня там на канале есть ссылка, по-моему, в информации о канале. Ссылка на мой травник, группу эту травную. В том, здесь что-то тоже такое самопальное. Это, по-моему, то, что крупная, непротертая туптана я хотела сделать тогда скраб. Но, по-моему, он жрать не просит. Там точно нет глина. Ничего с ним не стало. Это мне мыло досталось, камей, от знакомых. Тут у нас клубника со сливками для нежной кожи, туалетная мыло. Так, у меня тут вот это я вообще не показывала. Даже в покупках не показывала. Когда я покупала Аленке подарок, у нас выбирала по магазинам, то увидела вот такой по скидке гель. Там был гель, значит, и мочалочка розовая шариком. У меня теперь мочалочки шариком, а ты прошел вот это вот. Какая-то русская фирма. Фруктовый гель, гель для душа, увлажняющий спелая вишня. 250 мл. Вот с него пена хорошая для ванн. Одного флакончика вообще вот этой крышечки и пена. Офигеть. Так, это у меня тут Аленка когда-то там удалила лепейное масло. По-моему, вообще, когда только я начала вести этот канал с витаминами А и Е. Красота и здоровье. 100 мл. Я его пару раз какие-то маски впинтюривала, в волосы надо втирать. Но у меня все руки не доходят. Я такая лентяйка вообще жутко стала. Я так-то лентяйка была жуткая. Так, облепиховое масло смельчает, освещает косметическое. Я на его основе делаю самопальный дезик. Ну и тут косметичка со всем этим барахлом. Если вам интересно, то я продолжу. Если нет, то можете уже срубаться спать. Так, тут у меня вообще там один лак был, но одного лака уже нет. Красный, который у меня Аленка дарила. Не помню, какая фирма. Кажется, Эйм, Лэйм, что-то вроде. У меня тут как-то родня попросила, у меня было красный лак, что-то там отметить. Ну и я, как обычно, чего-нибудь дозабуду. И вот я у них его забыла. Ну, как-то уже напоминать. Я просто посмотрела, поняла, что его уже там нет. Это у меня палетка от Ифрашем, которая, мне кажется, достала за 500 рублей по скидке. Сейчас она на сайте идет по рассылке 600 рублей. Ну, понятно, что я тут чаще всего юзаю. Так, это у меня тут лак от Аленки. Это у меня тут подарок от Эйван. Помада за какой-то там заказ. Это у меня тут тоже лак от Аленки. Это еще один лак от Аленки. Ева Мазай, кстати, классно, что у меня два с половиной, что ли, держится так. Это от Дилии. Никс кремовая помада. Другую кремовую помаду, она сейчас на мне. На мне или да, на мне. Практически как зеркало. А, так тут же зеркало есть. В общем, я ее юзаю, красную, довольно часто. Так, это у меня от Ивраше, коричневая, повтор такой уже, когда-то давно заказывала себе. Еще была такая красная, у меня три на аэрофагона такой красной была вообще, тащила с нее. Так, это у меня, сейчас узнаю от кого из девчонок. Это, по-моему, от Аленки Фаберлик. Потому что есть такая же похожая, но от Насил Кенвей. Так, это у меня, по-моему, от Аленки. Голден Рост, чего-то там. Вот такой поюзный. Это у меня от Насти Зарецкой. По-моему, первой поменяшки, что ли, был. Такой с ароматом клубнистый лак. Я помню еще на выступлении в Карабике в прошлом году, кажется. В прошлом, что ли, году или позапрошлом, не помню, ездила. Солюк, я как-то вместе. Это у меня до сих пор еще живой. Я ничего им только не мазала. Он до сих пор еще живой. Он еще не закончился, чертова дерьми. Кельмин Кляйн. Жидкая красная помада. Я иногда ее сочетаю. Раньше в видео чаще всего на мне она была в сочетании с каким-нибудь блеском. Я ей даже рисовала, блин, морду лица какую-то. Женскую. И не только. И она до сих пор еще живая. Ей что-то сколько лет уже. И она даже и консенсацию не испортила. Так, это у меня, по-моему, или Женька мне такое отдала, или Аленка дарила. Ну, кто-то, короче, мне дарил. Это я, помню, сама покупала Женька в год назад. За какие-то копейки 36 рубля вместо в магазе. Это мне, по-моему, дарила или Аленка, или Настя Лукьянова. Вот это точно от Насти Лукьянова. Вот это помада поберликовская. 41042 4585 Номера забыла сказать. Это от Аленки. Какой-то там уравниватель, лак, или что-то там вроде, анти-Аш. Где-то номер, не знаю. А вот тут номер, наверное, 7430. Это у меня, по-моему, тоже от Аленки. Это у меня, вроде, тоже от Аленки поберлик. Это я сама покупала, или мне подарок получилось в Ифраше. Да, по-моему, я подарок убрала. Тут совсем, оказывается, чуть-чуть осталось уже. Это у меня от Аленки. Лаки. Так. О, что говорю так? Это самопальный уже блеск пингвин с блеском в жопе. Я его называю. Тут блеск... Ну, бальзам, короче, с маслом какао я делала. И еще с чем-то там. Это один из тех бальзамов, которые я девчонкам дарила себе. Мятный. Так. Это какую-то помаду я с Аленкой покупала, кажется, год назад. Да, вот этот, наверное, лак у меня, если сейчас не найдется. Не попадется этот лак, значит, от этой фирмы лак, значит, этот лак как раз у меня не ушел. Как говорила раньше, мама, чтоб не попала, то уже все. С конца рей. Тут у меня еще лак. Я специально его в коробочку потом убираю, даже иду заложим. Это Фаберлик 7471 от Насти Лукьяновой. Какой-то маленький пробник. Я уже не помню от кого. Это, по-моему, от Эйва. Ну, в смысле, кто или сама заказывала, или кто-то присылал. Так. И по ходу дела. Усе. Там, в том, какая-то бумажка уже осталась. В общем, вот такие у меня закорма Родина. Если вы не уснули и осели лету до конца, то вам куча моря позитива и свежего ветерка, если у вас жара. Ну, на сим, пожалуй, пока я попрощаюсь с вами, постараюсь там писать почаще видео. Ну, и всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok